Поступило интересное видео от Бориса Сергеевича Бояшинова про версии приталкивания, про теорию Лисажа. Сейчас мы это видео покажем, а потом объясним, почему взгляды, почему вообще эта теория несостоятельна и какие теории приталкивания состоятельны. То есть это же не одна теория была, были другие теории. Так вот именно эту теорию Лисажа представляют как альтернативу Ньютону. На самом деле, если Ньютоновскую версию бы тоже сделали корпускулярной, приталкивания частицами, то Ньютоновская версия точно так же не работала. Давайте посмотрим, а потом продолжим. Итого, что же несостоятельного в этой версии Лисажа в притяжении? Там много разных факторов, по которым она не работает. Вот тот мир, который мы наблюдаем за бортом, то движение небесных тел, те взаимодействия обычных тел, мир бы был другой, если бы был построен по теории Лисажа. Такие яркие сопоставительные примеры. Если мы возьмем какой-то лист металла, допустим, 50 на 50 сантиметров, толщиной 2 сантиметра, тяжеленький, и в мире с отворенным Лисажем положим его на весы, на какие-то, он будет нам давать два разных показания. Если он лежит плоско, то площадь соприкосновения с потоками из космоса будет больше. И давить на него будет больше. А если он стоит на ребре, то, собственно, потоки будут меньше, и лист будет давить на весы меньше. То есть на этом, в принципе, можно сделать нехитрый вечный двигатель по теории Лисажа, в мире Лисажа, да? Берешь, просто листы так поднимаешь, переворачиваешь механизм, да? Кверху поднялся, плоский или так опустился, потом встал вертикально, да, и вторая по цепи. Схема тоналогичных листов получила бы оборот и разные векторотяги, да? То есть мы получили бы вечный двигатель, например. И так далее. Подразумевается, что на корпускулярном взаимодействии вообще возможна корректная передача без рассеивания. Мы показываем, что корпускулярная передача воздействия, она тупиковая в принципе. Это у нас целый фильм, есть эфир. Там разобраны все более-менее вменяемые версии корпускулярной передачи взаимодействия. Там четко показано, почему эти воздействия не работают. Дальше. Ну, понимать-то как-то надо, как это, как может быть на приталкивании взаимодействия в природе. Давайте попробуем. На самом деле, понять это не так уж и сложно, в принципе, довольно просто, но требует небольшого пространственного воображения, чтобы понимать некоторые вещи. В действительности, наш мир, он может быть только построен на приталкивании. Это доказано несколькими способами уже. Ну, сейчас мы пока просто дадим картину для понимания. Вот как вот понять, как может приталкивание в этом мире работать. Первое, что надо понимать, это то, что, как размещена материя в пространстве. Как размещена материя в пространстве. Материя в пространстве у нас размещена в форме такой объемной взвеси, равномерно заполненной на макроуровне. Когда мы говорим равномерное заполнение, это подразумевается очень большие кубы космоса, заполненные множеством галактик. Вот в этих кубах будет при сравнении равное количество масс, равная плотность и так далее. Это сходится с наблюдением. Наука установила, что это действительно так сейчас происходит. Наука не установила окраины Вселенной в некоторых пониманиях, что будет дальше за наблюдаемой областью. Но то, что в наблюдаемой области, мы точно знаем, что есть вот эти вот признаки равномерности на макроуровне. Что вот если мы взяли вот этот ковер, там все равномерно на макроуровне. Внутри, да, неравномерно, а на макроуровне равномерно. Как же понять, как эта вся равномерная взвесь дает нам взаимодействие? Какое дает? К чему приводит формульно? Мы формульно это посчитали полностью, все подробно. Ну, пока сейчас на графических картинках попробуем это детально объяснить. Для того, чтобы получить математическую модель, которую можно посчитать, надо как-то привести эту схему в удобоваримый вид. Самая легкая аналогия, это если взять все космические тела, привести к одной плотности, чтобы все тела были одной плотности, одного размера. То есть, сделать такую калиброванную дыру, пожалуйста, бильярдные шары, заполним ими космос. Вместо всех планет, галактик, вместо всего просто равномерная взвесь бильярдных, например, шаров, или шаров для боулинга, как удобнее. И посмотрим, какие будут происходить взаимодействия. Если мы в эту вот взвесь калиброванных тел введем какое-то тело другой массы, отличающейся, больше, например, массы, и взаимодействие будет построено на силах отталкивания, что произойдет? Новое принесенное нами тело, оно будет вынуждено растолкнуть тела в стороны остальные. И получится такая разреженная область. В результате мы получим некий силовой баланс между этим массивным телом и телами на периферии. Это вот научный факт, вот по-другому никак. Если мы действительно эту модель реализовываем, то вот такая у нас картинка. Дальше. Какое это имеет отношение к взаимодействию двух тел в рамках вот этой Вселенной, смоделированной таким образом? В рамках Вселенной, если мы просто возьмем такие сферические области, повыделяем для наглядности, то это будет выглядеть следующим образом. Есть здесь тел, каждый такой расходящийся, в каждой сферической области, в каждом слое такого материального будет примерно равное количество тел, и внутри будет вот эта вот полость, неравномерность. Тут два варианта, с чем связать систему отчета. Допустим, у нас там внутри Земля и Луна, образно, там, или Солнце и Земля, да, планетарная система, большое тело и маленькое, там, Земля и яблоко. Мы с чем связываем систему отчета? С чем мы должны связать? С Землей или с яблоком? Мы систему отчета должны связать с телом, для которого мы считаем силу падения, то есть с яблоком. А на данной схеме, вот рисунок 46, у нас представлена система отчета, связанная с Землей. Так вот, если мы перейдем в систему отчета, связанную с яблоком, то мы увидим, что вот это вот распределение масс по областям, по-сферическим, на удалении, на ближайшем, оно изменилось. У нас появился дополнительный силовой фактор, который со стороны комплекса удаленных объектов, можно так назвать, действует на наше тело. То есть у нас получается уже две силы. Одна со стороны Земли, которая по версии отталкивания отталкивает яблоко в космос, и вторая сила со стороны космоса, которая приталкивает это яблоко к Земле. Далее, это все можно посмотреть, рисунок 48, вот это вот, если мы убрали Землю, как это будет выглядеть более подробно. Это вот такая, это уже не сфера уравновешенная, которая дает ноль внешнего воздействия, это уже такой полумесяц в объеме, который дает направленное воздействие извне. Если мы это воздействие спроекцируем на поверхность или перейдем к математической другой форме, то у нас получится рисунок 49. У нас получится силовой аналог полости определенной. Мы же взяли, допустим, нашу планету Земля из комплекса удаленных объектов, это же часть, да, мы должны это в схеме учитывать, да. И в этом плане, ну, грубо говоря, все подробности, что происходит с телом, откуда берутся силы, оно вот на 49 рисунке, на последующих рисунках, 50 рисунок, 51, 52, 53, 54, разница вот этого воздействия. Все поэтапно показано визуально. 58 рисунок. Все подробнейшим образом описано. Дальше описано, как это переводится в формулы. Вот этому посвящена часть научной работы, которую мы опубликовали в свое время. Это все детально описано. И показано, что есть две составляющие хобби. Единица на р квадрат зависимые. Одна извне из космоса, другая от Земли к яблоку. Встречная сила, сумма этих сил, векторная сумма, дает на вполне себе единятную силу, приталкивающую яблоко к Земле. В этом плане получается просто более общая формула закона всего всемирного отяготения, которая дает вот частное такое решение. Поэтому, естественно, речь идет о полевом воздействии. Это не корпускулярное воздействие. Поэтому в результате вот этих выяснений просто понятно. Можно веровать в то, что внешние силы не дают на ноль воздействия, потому что нам сказала какая-то бабушка. И преподавать это в университетах в 21 веке, сказки бабушки о воздействии, нулевом воздействии составной сферы, можно преподавать в 21 веке. А можно просто провести элементарное моделирование и получить не сферу, а более сложную форму, да, разница между двумя сферами смещенными относительно друг друга и получить вполне конкретную силу, да, то есть признать реальность, признать факт. Это математический факт, это невозможно оспорить. Вот это вот жесткий факт. Как вы только связали систему отсчета с яблоком, у вас уже не сфера, у вас уже другая фигура. Поэтому моделирование вот это, оно просто расставляет все точки над «и» и показывает, что на единицу на «р» квадрат мы получаем в дальнейшем в виде формулы закона всемирного тяготения. Так что здесь бронебойно. Далее есть теоретическое обоснование, которое показывает, почему на прямом притяжении наш мир невозможен. Потому что он схлапывается в коллапс просто. Два тела на прямом притяжении обречены, обречены друг на друга упасть, поглотиться друг другом, потому что никаких внутренних сил отталкивания нет, потому что мы говорим о первичных силах взаимодействия, которые на исходном уровне. И тут без вариантов. Гравитация – это главная фундаментальная сила во Вселенной. Все ядерные силы – это уже вторичные, они гораздо слабее первичной гравитации. Вот такие вот дела. Спасибо за ваши комментарии, было интересно. С вами был Виктор Катючек, Научный трибунал. Имеет не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон логики. Но, но, но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал Научный трибунал. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!